Друзья, всем привет! Знаете, мы с вами снимаем различного рода видеоролики, разные сюжеты. И вот сегодня я хочу сделать обзорчик на автомобиль, на который я предлагаю вам взглянуть с точки зрения вторичного автомобиля. Именно вторичка никак не новый. А все почему? Знаешь, иногда хочется привязать его так вот за веревку, вытянуть, сказать, вот смотрите, кого я вам привел, как козу его в кадр притянуть. Это Infiniti QX70 3.7. Есть три версии этого автомобиля. Первая идет с дизельным мотором. 3 литра, 238 лошадиных сил, 550 крутящего момента. Разгон у такой версии 8,3 секунды. В нашем случае идет бензиновый двигатель объемом 3,7 литра, 333 лошадиные силы, разгон до первой сотни 6,8 секунд. 363 крутящего момента. И есть версия, скажем так, самая заряженная, там 400 сил. И, в общем-то, там разгон 5,8 секунд до сотни. Но сегодня речь пойдет именно про автомобиль с двигателем 3,7. Либо же, как альтернативу, рассмотрим двигатель 3 литра дизель. Во всем по порядку. Начинаем прямо сейчас. Поехали. Откуда у меня этот автомобиль? Мне его предоставила такая компания, как AM прокат. Именно у них мы брали Toyota Camry, Renault, как только вышло. Я оставляю ссылку на них, у них огромный автопарк. Для чего я это делаю? Все эти суеверные, кому а во всем реклама. Друзья, вот если ты, допустим, присматриваешься к такому автомобилю, либо же к иному, ты покупаешь там бушную машину, ты можешь зайти к ним на сайт, посмотреть, если эта машина есть. Как минимум, ты можешь взять на сутки на прокат, покататься и сделать полноценные выводы. Вот, например, вот этот автомобиль на сутки стоит 9 тысяч рублей. Если взять его через соцсеть, там через Инстаграм, например, то ты можешь его оформить за 7 тысяч рублей. То есть, где тысяча экономия, заправилась полный бак, катаешься, делаешь полные выводы. Поэтому им огромное спасибо. Все ссылочки на них оставляю в описании. Обязательно зайдите на их сайт, посмотрите. Возможно, какой-то автомобиль будет интересен нам с вами, и мы сделаем на него обзор. Автомобиль вот в этом кузове непосредственно выпускается с 2013 года. Раньше был шильдик FX, сейчас стал шильдик UX. Ничего не изменилось, по сути. Что мы имеем по внешнему виду? Ну, момент выхода в 2013 году и ранее даже, когда первые версии Infinity появились, это действительно было вау. Это такой современный автомобиль, премиум сегмент. Все на них смотрели, заметный на дороге. Безусловно, все говорили, классная тачка, интересная, такая задиристая. Построен автомобиль на платформе общей вообще с Nissan Skyline. По сути, это у нас полноценный спортивный кроссовер, на котором действительно можно понавалить. Он реально хорошо держит дорогу. Здесь идет полный привод, но здесь стоит многодисковая муфта, которая подключает передние колеса. То есть, изначально автомобиль как бы идет задним приводом. И в Америке, например, есть версия, где идет чисто задний привод и нет полного вообще. В нашем же случае, что мы получим? Вот оптика у нас идет, биксенон, противотуманочки у нас галогеновые обычные, все. В более дорогих версиях вы можете также получить камеры кругового обзора, в нашем случае версия, так понимаю, самая базовая. Потому что даже мультимедиа здесь настолько старая, но мы до этого еще дойдем. Но так, если посмотреть даже на сегодняшний день с точки зрения авторички, если ты живешь там не в каком-то крупном городе, там небольшой городочек, ну реально тачка будет просто бомба. Если запрыгнуть на автору либо авито, где вам больше нравится и забить, например, 2013 год QX70, то ценник начинается примерно с миллион шестьсот. Ну, как правило, миллион шестьсот это машина с непонятной историей. Более-менее можно будет найти там миллион семьсот, миллион восемьсот. Если посмотреть автомобили посвежее, там двухгодовалые, то два миллиона и выше. Там два триста, два четыреста, это когда уже прям действительно хорошее состояние, небольшой пробег. Если же пойти посмотреть этот автомобиль новый, то на сегодняшний день в нашей стране, в России, выпускается двигатель только 3.7 бензин. 333 силы. Первый минус какой? Бешеный налог. Ну, как бешеный, 50 тысяч рублей, но все равно ты будешь отдавать. Раз. Расход. У этого автомобиля реальный расход в городе порядка 20 литров. Все те, кто пишут, я езжу, у меня 16, 17, ну это в режиме эконома. Если погоняться, а на нем хочется это делать, потому что рокот от двигателя все-таки присутствует. Вау эффекта, прям жмешь на газ, я лично не почувствовал. Тем не менее, погонять на нем охота. Какие еще плюсы у этого автомобиля? За счет того, что он по сути молодежный, это реально крутая такая симпатичная машина, на него есть различные обвесы. То есть машину можно переделать до неузнаваемости. Это прям будет такая агрессивная морда, задница будет агрессивная. В общем, с этим проблем не будет, но все обвесы тоже стоят недешево. И вот что я вам хочу сказать. Когда-то там в 2013 году, это действительно прям приковывал взгляды автомобиля. Все те, кто пишут отзывы владельцев, всегда-то заметно на дороге, на тебя оборачиваются. То на сегодняшний день даже люди с автопроката говорят, все, интерес к автомобилю уже подутих. Не такая очередь за ним выстраивается, да и вживую. Вот стоишь рядом с ним, думаешь, блин, раньше, помню, заходил в автосалон, смотрел, финик, блин, такая тачка. А сейчас, ну вот в базовом состоянии, в стоковом, да, ничего особенного. Вот если его переделают, то будет совсем другой разговор. Давайте откроем капот, и я вам кратенько расскажу, что нас может встретить там. Допустим, мы берем версию дизельную. Если брать 3 литра, какие плюсы? 238 сил проходят по налогу. Откуда вообще взялся этот дизельный двигатель? Изначально он был сделан французами для того, чтобы продаваться на европейском рынке, потому что там, как вы знаете, денег ни у кого нет, это на самом деле так. Для них бензин это удовольствие дорогое, поэтому для них выгоднее дизель с хорошим крутящим моментом. Но этот двигатель 3 литра, 238 сил, 550 крутящего, это только вот на словах, казалось бы, 550 крутящего. На деле все говорят, что это вообще говнище, который не едет. В городе еще кое-как-то его можешь поймать, но в целом, блин, так себе. Я оставлю прям краткое описание на этот двигатель, все его плюсы и минусы, чтобы сейчас одно и то же не перечислять. Там реально все расписано конкретно за дизель. Что мы имеем в нашем случае? Двигатель объемом 3,7 литра, это по сути доработанный 3,5. Вот точно такой же двигатель 3,5 стоит у меня на Nissan Murano. Что с ним изменилось? В первую очередь блок цилиндров, коленвал с ходом поршней сделали до 86 миллиметров, поставили длинные шатуны и легкие поршни под степень сжатия 11. Все это дало увеличить объем с 3,5 до 3,7. Здесь стоит цепной привод, в принципе, надежный, его ресурс, ну как и на многих цепях, там 150 тысяч, но, естественно, лучше это заменить поранее, чтобы не испытывать потом проблем. Вообще этот мотор, V-образная шестерка, некое сходство имеет вообще с GTR-овски, ну там отдаленное, то есть есть пересечение. В целом его реально можно считать надежным. Есть там некоторые косяки, у некоторых они встречаются, но это можно больше назвать заводской брак и озвучивать их не стоит даже. Общая оценка вот этому мотору на момент того, что он выпускает с 2007 года, 5 с минусом, либо 4 с плюсом, кому как больше нравится. Никаких здесь турбин, соответственно, нету. Подается ли он чиповке? Ну смотрите, 333 силы, в реале можно вложиться и сделать здесь 390 сил. Если начать переделывать уже посерьезнее, то будет 420 сил. Ну вот 420, там уже довольно-таки крупные затраты будут. Здесь можно сделать что? Изменить выхлопную систему, поставить фильтр нулевого сопротивления, в общем, немножко доделать, дошаманить автомобиль. Кстати, тогда звук будет намного лучше, если изменить выхлоп. В реале стоково вообще ни о чем. То есть заводишь его, звук мотора, ну такой басистый, приятно, когда поедем с вами кататься, думаю, вы его услышите. Ну нажимаешь на газ, на холостых, вообще ни о чем. Не соответствует внешнему виду. Хочется чего-то посерьезнее. Вообще, с точки зрения доработки, здесь действительно много чего можно сделать. Я даже не говорю про версию V8 на 400 сил. Там вообще можно реально сделать хорошую машину, гоночку. Какой минус у этого автомобиля? Ну смотрите, вес машины 2100 килограмм. 2 тонны 100. Это на самом деле много и самое главное, что 333 силы. Звучит-то так неплохо. 333 силы. Но в реале, когда ты передвигаешься по городу, ну так себе. Ну серьезно. 6.8, думаешь, дашь сейчас газку, вон она полетит, не хватает. Поэтому, если брать его на вторичке, я бы по любасу, как минимум, переделал бы выхлоп, маленечко ее бы, так сказать, прокачал, чтобы машина ехала на свой внешний вид. Работает этот двигатель. 7-ступенчатая автоматическая коробка передач, как и дизельная, так и на V8. На них жалоб нет на силовые агрегаты. С точки зрения содержания автомобиля, запчастей аналогов очень много, да и вообще даже родные запчасти не очень-то и дорогие. Здесь сцены озвучивать нет никакого смысла. Заходите в интернет, прям смотрите, ну сами поймете. Потому что для одного отдать за подшипники 15 тысяч очень дорого, а вот, например, аналог купить за 6 тысяч, хороший немецкий ступичный подшипник, запросто можно, и он будет реально хороший. Ресурс мотора при должном обслуживании, если там раз в 7-8 тысяч менять масло, беречь машину, прогревать хорошенечко. Если ты уж гоняешь, то это дело тоже правильно, то есть не насиловать ее. Будет, блин, ну 400 плюс. Это реально хороший мотор, проверенный, тем более все доработки после 35-го здесь сделаны. Больше здесь сказать нечего, пойдемте дальше. В общем, вот этот мотор действительно заслуживал очень много наград, как бы его смело можно называть надежным. Что мы имеем дальше? Клиренс автомобиля 184 мм. Это спортивный кроссовер, подчеркиваю. Для города это самое оно. Некоторые начинают задаваться вопросом, а что же будет на бездорожье. Друзья, в самом начале сказал, многодисковая муфта подключает передние колеса. Все это сделано только для того, чтобы ты мог нормально стартануть с места. Все. Никакие бездорожья здесь не нужны. Вы посмотрите, колеса 20-е стоят, шоссейная резина. Соответственно, на этой машине хочется гонять, но никак не лехать ни в какие-то говны. Впереди у нас идет подвеска независимая на двух поперечных рычагах, задняя идет независимая многорычажная. Это самая простая версия, подчеркиваю, потому что есть версия, где подвеска будет с регулируемой жесткостью, то есть амортизаторы там можно пожестче сделать, покомфортнее. Есть версия самая дорогая, у нее вообще задние колеса будут подруливать. Один градус, но этого реально достаточно. Я, честно говоря, не могу прямо сказать, что какие-то будут ощущения, я не ездил на такой версии, но по отзывам людей, говорят, одного градуса вполне достаточно, чтобы вот такие повороты затяжные заходить комфортнее. В любом случае, тачка реально жесткая и сбитая. Это прям идеальный вариант. Вот я проехался по трамвайным путям, вот так просто скотчишь прямо на ней. Действительно круто, с точки зрения того, что она хорошо держит дорогу. Если ты покупаешь этот автомобиль и хочешь какой-то вальяжный, комфортный язык, как один человек, знаешь, что написал? Говорит, на 21-х колесах жестковато, а вот на 20-х нормально. Могу сказать одно, это же 20-е, 19-е, 21-е, все здесь будет жестко, потому что сама подвеска по себе жесткая. Многие отмечают такой факт, знаешь, что вот сзади, блин, некомфортно. За счет того, что кузов идет на сгиб, а сзади некомфортно будет садиться. Если ты ростом метра два, такой жирный, здоровый, то тебе будет некомфортно. Вот, смотрите, я примерно метр восемьдесят шесть, сел сам за собой, леток, понятное дело, на улице, откинул себе подлокотник, поставил себе кофейку, мы поехали. То есть полулежа идеально. Сидение удобное. Можно, конечно, придраться, потому что скос есть, то есть если как-то сесть вот так, например, прямо, да, ну, по идее, он мягкий. То есть в целом я, конечно, здесь прям какого-то дискомфорта не вижу, но вот посадка-высадка, это действительно неудобно, особенно, вот, смотри, я в белых брюках, да, сегодня. А вот если бы зима была, ну, испачкаться можно. Для кого идеальный вариант? Девчонок катать? Ну, ты молодой парень, красивый, у тебя бабки есть, посадил, все, поехали. Либо же, если даже, там, знаешь, что смотреть, то, что у тебя молодая семья, там, у тебя детям, там, ну, восемь, десять, двенадцать лет. Почему не комфортно будет? Все комфортно. Если, конечно, у тебя ушан, там, двухметровый, уже такой, знаешь, бачи, мне сзади неудобно подвинь сиденье, тогда будет некомфортно. Переходим потихонечку к задней части. Фонари у нас идут тоже диодные, свес автомобиля, две выхлопные трубы, кстати, подчеркни, покажи, пожалуйста. Вот в стоковом состоянии все это как-то смотрится убого. Вот, естественно, есть вариант такая переделка по четыре патрубка, но два с одной стороны, два с другой, сразу другой вид. В нашей базовой версии уже идет камера заднего вида, электропривод задней двери багажника. Багажник, значит, объем у нас 376 литров. И тоже, знаешь, на это все говорят, блин, маленький багажник. Почему-то многие прям отмечают то, что вот, маленький, некомфортный. Ну, исходя из того, что тачка типа из премиум сегмента, она дорогая, новая машина такая, будет стоить от 3 миллиона 100 тысяч рублей и выше. Я называю цену с учетом того, что можно торгануться. Здесь можно сложить заднее сидение, и я это уже сделал. В принципе, пол получается практически ровный, ну, естественно, он там с наклоном. О чем это говорит? Что-то положить сюда можно. Вот эта полочка, естественно, тоже убирается. С точки зрения сборки, это японская сборка, все сделано, на мой взгляд, качественно. То есть, ничего не болтается, не шатается. Поэтому что-то здесь возить, не возить, каждое решение примет самостоятельно. Ну, у нас здесь есть колесико запасное, сабвульфер, система у нас идет БОС. Кто-то говорит, хорошее, кто-то нехорошее. Я вам одно хочу сказать, друзья. БОС это не самая крутая система. Соответственно, играть она будет достойно. Ну, флешечку поставишь, знаешь, покататься с музыкой. Ну, нормально. А чего-то прям грандиозного от нее ждать не стоит, потому что здесь стереосистема гораздо дороже. В общем-то, с точки зрения надежности, я бы поставил этому автомобилю, ну, давайте так, твердую четверку. Потому что на пятерочку все равно, что-то здесь все равно может сломаться. А что может сломаться? Ну, гидроусители руля некоторые жалуются. А так, если зайти, поломки незначительны. Самое главное, силовой агрегат, именно бензиновый, хороший. Коробка тоже достойная. Вот с дизелем, подчеркиваю, с дизелем, могут быть проблемы. Да и, в принципе, вообще дизель с нашего рынка убрали. Никому он нафиг не нужен. У кого бабки есть, берут все бензиновые. Потому что для людей, ну, там расход типа 17-20 литров, пофигу. Бак у автомобиля 90 литров, готов он питаться от 95-го. В общем-то, если вы найдете такой автомобиль 3-4 годовалый, в хорошем состоянии, посмотрели за ним, ухаживали, хранили на каком-нибудь подземном паркинге, я считаю, смело можно брать с учетом того, что вы еще 3-4 года на нем поездите. До 200-250 тысяч. Блин, вообще беспроблемная машина. Знаю это лично, были такие у меня машины у друзей, у товарищей. Все это смотрел, никто прям так не жаловал, чтобы, а, блин, сыпется. В альтернативу этому, да, ну, смотри, 2 миллиона, что можно взять? BMW X3, BMW X6, там, шестилетний, тоже можно найти, X5. Ну, что это такое будет? Вот это вот уже будет, знаешь, стрёмно покупать. Либо же можно поискать там аналоги от японцев, типа Lexus RX. В общем-то, выбор, по сути, есть, но вот здесь, если глянуть на эту тачку, кузов, блин, молодежный, интересный. Давайте присядем в интерьер автомобиля, потому что там нас встретят, знаешь, что, там нас встретят нулевые. Пойдемте, покажу. Ничего здесь сверхъестественного нету. Присаживаясь в эту машину, ты уже понимаешь, что это реально старая тачка. Ну, почему? Ну, в первую очередь, посмотрите просто-напросто на мультимедиу. Это базовая версия. В более дорогих версиях она будет тоже хреновая. А именно, она будет точно такая же, как на Nissan Murano сейчас и просто стоит у меня. Там будет навигация, но она такая, знаешь, пустая, скажем так. Ничего там интересного нету. Здесь идет непосредственно управление только этой мультимедией. Дальше идут, как обычно, стандартные часики Infinity, управление музыкой, управление климат-контролем. Что есть у нас здесь? Значит, это дерево, покрытое лаком. Выглядит это, конечно, убого, но это лично мое мнение. Ничего, блин, симпатичного в таком цвете нету. В базовой версии у нас идут как подогревы, так и вентиляции сидений, селекторы переключения передач. Везде будет одинаковый. В более дорогих версиях здесь добавляется кнопка, которой вы можете управлять подвеской. У нас идет люк. Вот здесь, с левой стороны, да, идет блок управления. Здесь можно омываечкой прыснуть, дверь заднюю открыть. В общем, ничего такого грандиозного нету. Руль у нас идет с ярко выраженными, как говорится, под рулевыми лепестками. Руль, вот что отмечу, реально удобный. Смотрите, все, кто владеют Nissan, точно такой же ключ, только вместо шильдик Infinity будет логотип Nissan. Ну, вы понимаете, прекрасно, одна и та же компания, один и тот же папа решил сэкономить. Автомобиль у нас заведен, открываю окошко на холостых. Вот двигатель еще чувствуется, да, что мощь есть. Но, знаешь, вот ты его жмешь, да, 5000 оборотов, все, он больше не идет. Звук такой, ну, ни о чем. У меня, блин, на мазе такой же звук. То есть, хочется переделать, чтобы это было поспортивнее. Перевожу селектор переключения в режим D. Никого нету, идеальный вариант. Держись, чтобы я не отшатал назад. Разгон заявленный 6,8 секунд. Раз, два, три. Задержка есть, она небольшая. 80. Тормоза стоят здесь, передние и задние, дисковые, вентилируемые. К ним вопросов нету, пока их не перегреешь. Погу отметить, что вот именно с 40, вот, допустим, 40, едем в газку. Ну, секундная задержка, чисто передачу пониже кидает и поехал. Ну, прям, знаешь, такого, что прям тяга была какая-то бешеная, нету. Хочется перепрошивать автомобиль, настраивать его под себя. Именно под езду спортивную, что прям только газку дал, а он уже пуляет. Тогда будет поинтересен, тогда и расход, соответственно, также вырастет. С другой стороны, вот, как вот, что про эту машину всегда говорят? Вот профиль дороги повторяет, очень жесткая, здоровые колеса. Мы катаемся по городу Москва, мне комфортно. Вот, тем более, я пересаживаюсь жестко у автомобиля на жесткий, никаких нареканий у меня нет. Если у вас больная спина, вы взрослый человек, вы хотите купить машину, на которой будет ездить комфортно, это точно не ваш вариант. Берите себе Lexus, берите себе Toyota, что угодно, но на этой тачке хочется именно наваливать и хочется, чтобы она держала дорогу. Но мощи все равно не хватает. Вот 400 сил, V8, совсем другой вариант. Знаешь, иногда хочется, конечно, увидеть что-нибудь там посветлее в таких машинах. Если речь идет о премиальной марке, все-таки хочется присесть, чтобы было такое более светлое настроение, что ли. Если бы я его рассматривал, однозначно, лично для себя взял бы светлый салон. Раз там, два раза в год делать химчистку, никаких проблем с этим не будет. Шумоизоляция. Ну, опять же, с чем сравнивать? Несмотря на то, что у нас там 20-е колеса, мы едем 60, я слышу, как работает двигатель, газку даешь, он тебе привет передает. Ну, прям не шумная машина. Если мы разгоняемся 100-120, но все равно шум появляется. От стекла самое главное, вот открыть, закрыть, когда вот они закрываются, все, ну, комфортней. Откуда-то там снизу шум все равно идет, но это как обычно, это везде такое есть. Поэтому, покупая автомобиль, хотите хорошую шумку, надо делать ее в любом случае дополнительно. Отклик на руль вообще классный, то есть машина действительно дорогу хорошо держит. И на большой скорости на трассе тоже на этой машине можно наваливать неплохо. Какой минус, можно сказать, за подвеску? Вот сзади, да, кто будет сидеть, будет ощущение такое, то, что на каждом стыке, на каждой ямке подпрыгиваешь. Жопа реально здесь прыгучая, но не более того. Это все больше зависит от водителей. Некоторые боятся ехать больше 140-160, им кажется, что они сейчас на кочку наедут, их машина улетит. Некоторые носятся 200-220, никаких претензий нет. Максимально эта машина может разогнаться 233, если взять версию V8, 250. Подчеркиваю, это все срабатывают ограничители, если его отключить, машина поедет и больше. Для кого подойдет эта машина? Ну, в первую очередь, естественно, для жителей города, для кого это, в принципе, было придумано и сделано. Для тех, кто любит после работы, знаешь, выйти там, газку дать. А вот себя бы, например, за рулем этого автомобиля, я бы легко представил и представляю. Передвигаться по городу вообще классно. Единственное, что у меня здесь в первую очередь налог, и во вторую очередь это расход. То есть расход 17-20 литров я не потянул. Ну, ты представляешь, 100 км ты проехал, уже рубас у тебя улетел. А я езжу много, я могу в день, блин, тратить она бензин только по 3000. То есть в месяц у меня лично будет уходить 1050-60 на бензин. Дорогая каска, но это если покупать автомобиль новым. С другой же стороны, она также попадает в зону риска по угону. То есть действительно у угонщиков машина востребована. Я думаю, вы многие видели ролики и у Максима Шелкового, когда машину берут, перебивают, продают. Через год там еще раз ее угоняют, когда одну и ту же машину там по 2-3 раза угоняют. Соответственно, здесь по-любому какая-то каска, какая-то защита нужна. И это тоже будет стоить денег. Соответственно, все это нужно сверху плюсовать. С другой же стороны, покупая эту тачку, если вы нашли в хорошем состоянии, условно, вы там за 2-200 ее забрали, ну положите сверху соточку на всякий случай, загоните ее куда-нибудь на сервис, чтобы вам ее хорошенечко перетряхнули, все. Если вы ездите в месяц, не знаю, там 2000 км, то есть за год вы там 20-30 тысяч проезжаете, но это мало. И тут даже 30 тысяч это уже для вас наверняка много. Это я там по 30-40 тысяч проезжаю. А так люди проезжают там по 10-15 тысяч. Соответственно, для вас вариант для вторички идеальный. Когда речь идет за автомобиль в 333 силы, 363 крутящего, инфинити, такой задний привод изначально, передний подключаемый, хочется какого-то драйва. Стартую с двух ног, держу педаль тормоза, поднимаю обороты, вижу, что тачка готова, поехали. Ну вот, вот после 60 даже тяга уже просыпаться начинает. Вот после 60, да, он уже, так сказать, дает просраться. Хочется погоняться на машине, но в любом случае, пацаны, в сотый раз, повторяю, переделывать выхлоп, нужную маленько доработать, чтобы машина раскрыла весь его потенциал. Друзья, пришло время делать выводы. Они здесь самые противоречивые. Одни скажут, что тачка говно, как по внешнему виду, так по управляемости. Я на такой ездил, она не рулится, колею она не любит. Колеса 20, здесь все этим говорится. Другие же скажут, блин, интересная машина, хорошая, у меня такая была, катался, одни положительные эмоции. Я вам хочу сказать одно, в любом случае, каждому из вас перед покупкой необходимо пройти тест-драйв, чтобы сделать свои выводы. Вот я покатался на машине, мне она очень понравилась, ну реально, передвигаешься классно. Да, есть свои минусы, например, по интерьеру, староват. Есть свои минусы, там, с точки зрения двигателя, 3.7, 333 силы, в процессе видеоролика мы это сказали, там, налог, бензин, расход и так далее. Но с другой же стороны, покупая ее на вторичке, там, за миллион семьсот сегодня, когда такая же новая стоит, там, под три с половиной миллиона, ну, я считаю то, что экземпляр достойный. В любом случае, вы должны понимать то, что уходящий вид уже совсем скоро, по идее, либо в конце этого года, либо в начале следующего, приедет новый Infiniti QX70. И, конечно же, не забывайте про спонсора нашего канала Автокод. Перед покупкой автомобиля на вторичном рынке всегда вы можете его проверить, просмотреть всю официальную историю, используя только лишь госномер автомобиля. Разовая услуга стоит 349 рублей. Сервис работает по всей нашей стране, не только Москва, Московская область, вся наша страна. Забиваешь госномер и получаешь полный отчет по автомобилю. Это полезно, а самое главное, это может обезопасить вас от покупки автомобиля залогового. Поэтому здесь добавить больше нечего. Пишите ваше мнение в комментарии, что вы думаете по поводу этого автомобиля. Купили бы вы его на вторичке или не купили, всех жду. Еще раз напоминаю, что автомобиль нам сегодня предоставил АМ-прокат. Ссылку на них оставляю в описании. Очень много автомобилей у ребят, им огромное спасибо. Подписывайтесь на инстаграм канал, подписывайтесь на сам канал. У нас еще впереди очень много видеороликов. До новых встреч, всем пока-пока.